Среди принципов правильного питания врачи отмечают баланс, советуют не переедать, есть чаще, но маленькими порциями. В специальном мастер-классе участие приняла повар сети правильного питания Вероника Шлендик. Она сейчас работает вместе с Юлией Науменко, победительницей проекта «Зважение Тащаслыве», похудевшей на 60 килограммов. Будем с вами сегодня говорить о здоровом питании. Я думаю, что вы об этом очень много знаете, расскажете и покажете. А я со своей стороны, как доктор, расскажу какую-то полезную информацию нашим зрителям. Ну и все это мы будем делать не просто так, а в честь очень важного дня, дня здорового питания. Салат у нас сегодня будет очень простой. Его можно есть как на ужин, как на обед, как на перекусики легенькие. Сейчас сезон клубники, и клубника очень полезна. И будет сегодня у нас салатик из клубники, авокадо и курочки. Я работаю почти год с Ушефом в Одесской достатке правильного питания. И хочу сказать, когда я пришла вообще к этому всему, я тоже думала так. Но когда я начала изучать это все, я стала думать по-другому. Мы изучаем, мы делаем ПП-десерты, где нет ни единого сахара вообще. Мы сахар не используем, используется только мед. Мы не используем подсолнечного масла, мы не используем сливочного масла. Все делается из таких натуральных продуктов. Это здорово. На самом деле, очень многие люди не понимают или неправильно понимают, что такое здоровое питание. Они ассоциируют это с диетами. Они думают, что здоровое питание – это какая-то диета, которой нужно какое-то время придерживаться, и будет вам счастье. Да, но все немножко не так. И здоровое питание – это действительно те принципы, которыми нужно руководствоваться в течение всей жизни для того, чтобы как раз и сохранить здоровье. И есть несколько принципов здорового питания, которые регламентированы даже международными организациями, в том числе это Всемирная организация здравоохранения. И самое главное – это, конечно, сбалансированность питания. То есть должно быть в нашем рационе, должно присутствовать все микроэлементы, витамины, вещества, которые нужны для нашего организма. И один из таких ключевых принципов – это большое количество овощей и фруктов. Продукты должны быть натуральными и экологичными, богатыми витаминами и питательными веществами. Важно употреблять достаточное количество воды – по 30 мл на килограмм веса. Правильное питание вообще-то очень хорошо, потому что все мы знаем, что если неправильно питаться, это все влияет особенности на кожу, на организм, на все, в принципе, влияет. Я сама, как девочка, питаюсь правильно, потому что это все влияет на цвет лица, на зубы, на все органы, в принципе. Ну и, конечно, наша талия. Скоро лето, все понимают, что нужно красиво выглядеть в купальниках. За год в Одесской области зарегистрировали 400 тысяч заболеваний органов пищеварения. Из них наибольшее количество – 87 тысяч – это гастрит, еще 70 тысяч – холецистит. Статистика нас не радует. Вот за прошлый год 400 тысяч людей обратилось к заболеваниям пищеварительной системы. Это и заболевания желудка, и поджелудочной железы, и желчного пузыря. Поэтому, действительно, здоровое питание – это залог не только здоровья пищеварительной системы, но и здоровья в целом. Потому что мы – это то, что мы потребляем, и те продукты, которые мы употребляем, они очень сильно влияют и на нашу кожу, и на состояние различных органов и систем. Есть повара, которые склоняются к правильному питанию, есть рестораны, построенные на правильном питании. Но, в основном, сказать честно, когда я изучала всю кухню, французскую взять кухню, то там нет ничего правильного. Французская кухня – это сплошное сливочное масло. Поэтому рестораны, конечно, могут склоняться. Наша задача – сделать так, чтобы кухня была вкусной и полезной. Мы говорили о здоровье, о здоровом питании, потому что здоровье – это основа жизни. И это наша миссия, это наша задача, задача Центра общественного здоровья – продвигать здоровье в массы, сделать так, чтобы людей здоровых с каждым днем становилось все больше и больше. Спасибо вам огромное. Мы вас ждем еще, я думаю, и очень надеюсь, не один раз увидеть вас у нас в гостях. Дмитрий Богомолов, Константин Ищеред, телеканал «Репортер».